Эффект пигмалиона Давайте посмотрим на пример и начнем с ваших убеждений. Представьте, что вы тренер баскетбольной команды и наблюдаете за своей командой в первый день, Крис и Джо, новые члены вашей команды. Крис напоминает вам известного игрока, Джо напоминает вам надоедливого мальчика из школьных лет. Бессознательно вы решаете, чего ожидать от каждого из них. Ваши убеждения влияют на ваши действия. Когда Крис входит в корт, вы рады его видеть. Когда он играет, вы подталкиваете его к лучшему, усерднее тренируетесь, остаетесь на часок. Если он ошибается, вы объясняете ему, как стать лучше. Когда входит Джо, вы его почти не замечаете. Вы рады, что он набирает очки. Но вы не даете ему особой обратной связи и не тратите дополнительное время на его тренировки. Когда Джо ошибается, вы немного раздражаетесь. Ваши действия влияют на их убеждения о себе. Крис чувствует, что вы поддерживаете его, и он ценит вас в ответ. Он верит в собственный успех. Джо чувствует, что у вас мало терпения и веры в него. Он не верит в собственный успех. Их вера в сами в себя вызывает их действия по отношению к вам. Крис находит все больше и больше радости в игре и никогда не пропускает тренировки. Во время игр все время выкладывается на 100%. Джо получает меньше удовольствия от игры, чем раньше, и не отдает все силы играм. Иногда он начинает пропускать тренировки. Это укрепляет ваши убеждения о них. Вы видите, как Крису нравится играть, как он упорно тренируется и показывает стремительный рост своих результатов. Джо кажется не очень мотивирован, его навыки не сильно улучшаются, и он начинает меньше появляться. Вы сразу это поняли. Слава Богу, твои инстинкты верны. Эффект пигмалиона также известен как эксперимент Розентали, названный в честь исследований Роберта Розентали в Гарварде. В первом исследовании он предлагал подопытным проводить крыс по лабиринту. Половине группы сказали, что их крысы чрезвычайно умные и специально обучены. Другой половине сказали, что их крысы тупые. На самом деле все крысы были одинаковыми. Однако в ходе эксперимента умные крысы показали себя лучше, чем глупые. Это показало, как ожидания тренеров повлияли даже на показатели крыс. Затем Розенталь вместе с Ленорой Якобсон провел исследование пигмалион в школе. В начале учебного года группе учителей начальной школы сказали, что некоторые из их новых учеников обладают незаурядными талантами и потенциалом. Эта информация, которая была полностью вымышленной, давалась о случайных средних учениках в каждом классе. Все ученики заранее прошли тест на IQ. К концу года ученики, которые были описаны как более талантливые, значительно повысили свои результаты в тесте IQ по сравнению с остальной частью класса. Роберт Розенталь заключил, когда мы ожидаем определенного поведения от других, мы, скорее всего, будем действовать таким образом, который повышает вероятность того, что ожидаемое поведение произойдет. Что вы думаете об этой теории, и если вы в это верите, есть ли способ предотвратить негативное влияние других на нас?